Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Рикки Волдену 32 будет только 11 ноября Рикки Волдену пока 31 И еще моложе Марк Аллан Его 28 лет В расцвете сил Оба находятся Аллан на 8 месте в рейтинге Но после этого турнира При любом исходе финала Он будет 6 В рейтинге Риги Волден одиннадцатый. Итак, начинается заключительная сессия финального матча турнира International Championship. Матч играется до десяти побед. Сейчас счет 5-4 в пользу Марка Аллана. Коротко о том, как проходила первая сессия. На Марке Аллане, несомненно, сказалось то, что вчера он проводил очень сложный во всех отношениях полуфинальный матч с Марком Уильямсом. Он не сразу вошел в игру. У Риги Волдена был выходной, но и он нервничал. Однако задел он себе, обеспечил. Он повел 3-1. И в первых трех фреймах было две серии. У Риги Волдена 59 очков и 64. И все, больше серии у Волдена и не было. Во второй половине сессии заиграл Аллан. Ему очень помогло то, что он выиграл шестой фрейм с сотеной серии. 113 очков. Восприял духом. Но сложный седьмой фрейм Аллан проиграл. 3-4. Однако под конец сессии, на удивление, уставшим просто, уставшим и недостаточно сконцентрированным, что ли, выглядел Риги Волден, который стал допускать большое количество ошибок. И Аллану удалось выиграть два заключительных фрейма. Сессии он впереди 5-4. Ну, до матча были рассуждения о фаворитах. Сейчас при таком минимальном перевесе тоже можно об этом говорить. В принципе, больше обстоятельств за то, что выиграет Марк Аллан. Он выше в рейтинге. Он успешен в этом сезоне. Провел Марк Аллан в этом сезоне 26 матчей. Из них 23 выиграл. А у Риги Волдена 27 матчей, но выиграл он 21. Кроме того, в этом сезоне играл в финале рейтингового турнира в Шанхае. Аллан не преуспел, проиграл Бинхаму. Не его день был. Но были еще два финала менее значимых, но тоже все-таки зачетных. Финал в Риге, где уступил Маркус Селби и Аллан, ведя в счете 3-0. Но потом в Софии Марк Аллан стал победителем. За Риги Волдена говорит то, что в личных встречах он впереди 6-4. То, что он очень высокого класса игру показывал. Ну вот даже в полуфинальном матче просто штамповал серии одну за другой. Был сосредоточен от начала до конца, спокоен. Вот про спокойствие тоже. Ну, это уж получается так подсчет. Но кто внимательно смотрел за первой сессией, согласятся. В первой полусессии, ой, какой удар получился. Ну и это приводит к ошибке. Может играть Волден в левый угол. Да и в среднюю лузу тоже режется шар. Что-то начудил тут Аллан. Да, нервничал Аллан. Иногда по пустякам даже. Ну, а в конце, в конце, вот как раз ощущалось такое нервное состояние у Риги Волдена. Напрямую связано состояние психологическое с результатом игры. Выход на розовый. Начинается серия Риги Волдена. Марк Аннон, несмотря на то, что моложе, в полтора раза больше заработал денег. Более серии. 231 сотенная серия. С учетом сегодняшней против 179 серии Волдена. Но Волден на этом турнире на один сенчери больше сделал, чем Аллан. 7 против 6. Но в целом по карьере более серийен все-таки Аллан. Правда, вот у Аллана нет максимальной серии, а у Волдена есть. 14. Да, я тут ошибся, не в Софии Мерфи выиграл, а Аллан выиграл второй турнир. Он был в Фюрте, Полхантер Классик. Спасибо за поправку, тут же мне прислали ее. Но суть это не меняет. То есть была победа в Евротуре. И финал был Евротура, и финал был в Шанхае. Забит черный, есть продолжение. Удар через шар, но выход на черный простой. Задача не промахнуться на красном. У Марка Аллана тоже не густо с серийностью в этом матче. Да, сенчери был в шестом фрейме. Но кроме этой трехзначной серии, лишь один полусотенный брейк. 52 очка в девятом фрейме. Ну, после перерыва уже, безусловно, вошли в матч. Уже меньше нервов. И игра должна стать более качественной. Я уверен, что вот на этом отрезке. Ну, получается, там за 9 фреймов было 4 серии за 50 очков. Я уверен, сколько бы фреймов не оставалось тут, ну, серии должно быть, ну, как минимум, столько же. Неизвестно, а может быть, тут 5 фреймов только осталось. Ну, наверняка больше, наверняка больше. Не верю я в то, что получится вот с этого счета выиграть 5 фреймов подряд. Тем более сейчас-то в атаке не Аллан, которому 5 фреймов надо, а Уолден. Его дистанция длиннее. Ушел подальше так от красных шаров биток. И, ну, мы видим шар, который вроде играется в угол. А может быть и нет. Поэтому не исключено, что придется играть в верхний, красный в левую, среднюю. Ну, это удар трудный, потому что выход на черный. Вот видите, да, получился. Получился выход после всех этих контактов с изрядной долей везения все это произошло. Ну, теперь удар через шар. И он совсем не прост по выходу тоже. Тут, может быть, даже подобьется красный. Ну, сознательно играл так Рикки Волден. Пускал биток на красный шар с нужной силой. Красный играется. Выход на черный опять сложный. Пришлось ограничиться вот таким выходом. Не самым лучшим. Ничего другого не получалось просто. Ну, и, видимо, Волден отказывается от атаки. Он не уверен в таком черном. 47 очков есть в активе англичанина. Но представитель Северной Ирландии Надежд не теряет. Придется повторять удар. Но там нужно было очень тонко коснуться красного. Ну, вот, со второго раза благополучно сыграл Марк Аллен. Ну, ввел биток. И не очень-то простой отыгрыш у Рикки Волдена. Но он будет по правой стороне играть. Тут главная задача не попасть в черный и не поймать губки правой лузы. Там полметра от черного до лузы. И уж такой промежуток наверняка попадет. Биток после удара Волдена. Второй слева шар не виден. Левый виден. Отыгрыш сложный у Аллана. Ну, отыгрыш по той же схеме. Верхний красный мимо синего, мимо черного. Но может Аллан тогда показать атаку в левый угол. И вот, учитывая все это, не исключено, что Аллан будет атаковать в левый угол. Нет, он все же отыгрывается. Но где же будет биток? Мне кажется, это неудачный удар. Но с другой стороны так. Значит, левый шар и нижний, левый не виден. Но тут можно играть верхний шар в правый угол. Раз. Можно играть из левых в верхний. Это два. Но это все непростые удары. Нет, непростые. Так что Аллан-то сыграл, конечно, не идеально. Ну, так, средне. Но простого ничего у Уолдена нет. Удар по отыгрышу выбирает Рейхи Уолден, проводя биток по левой стороне. Сильновато. Но сильновато. А зато за желтый стал биток. У Борта он не остался. За коричневым не остался. Но подкатился к желтому. У Аллана готов удар. И выполнил он его не точно. Несколько не точно. Еще четыре очка получает Рейхи Уолден. Второй фол уже. Ну, фол-то и еще один можно дать. Нежелательно, конечно. Шаров-то много. Тут атаку не дать. А если в итоге, после все-таки этих отыгрышей выберется из позиции Даллан, ну, он может вполне рассчитывать на то, что догонит и перегонит соперника. Таких фреймов в снукере пруд пруди. Снукер ставит Рейхи Уолден. Ну, вот это сложный снукер. Это надо признать. Он не сложен в плане попадания по красным. Нет. Но из такого снукера выйти без атаки соперника будет очень-очень сложно. Я, честно говоря, просто не вижу безопасного варианта вообще. То есть, ну, играет как-то там два борта, вдаль два борта, длинный, короткий, там, и пускать на опасный шар биток. Но вряд ли. Это, во-первых, сложная траектория. Во-вторых, вряд ли это избавит все-таки от атаки. Ну, вот что-то подобное высматривает Моркаллен. Но даже он смотрит не два, а три борта траекторию такую. Очень тут трудно. Ну, что сказать. В красный попал Моркаллен. Но играется шар, который ближе к Лузе. Если что, и в левую среднюю тоже играется. Причем, если играть в левую среднюю, гарантирован выход. Итак, атака Уолдена. У него 55 очков уже есть. Ну, выход получился неказистым. На тонкой резке играется синий, черный играется тоже, но только сложным ударом. Сыгран синий, выход есть. Переходит к завершающей стадии брейка Рики Волден. Серия 47 очков и серия снукеров привела к этой решающей атаке Рики. Сетки. 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 Шон Мерфи в твиттере успевает давать какие-то комментарии и к определенным позициям, и к ходу матча. Ну, поскольку он несколько дней назад очень прилично, так серьезно покритиковал британских комментаторов. Ну, вы знаете, я думаю, что из Шона Мерфи, когда он закончит карьеру, ну, дай бог, не скоро, чтобы это было. Из него наверняка получится очень хороший комментатор. У него четкая дикция, у него, самое главное, ясные мысли, ну, а понимание снукера знаний в достатке. У него такая вообще речь хорошо поставлена, риторика налажена, и, ну, знатный оратор из него, и хороший комментатор точно из него может получиться. Ну, пусть пока играет и радует своими достижениями. У нас равновесие наступает в счете 5-5. Шон Мерфи очень дружен с Риким Волденом. Я уже рассказывал о том, что была опубликована фотография не так давно. Шон Мерфи, я опубликовал ее, по-моему. Там Шон Мерфи и Риким Волден в возрасте, наверное, лет, ну, 12-13. С тех пор, это уже 20 лет, практически знакомые они вместе прошли путь от детского снукера, юношеского, любитерского, профессионалы. 5-5 в данный момент в матче. Это означает то, что до победы, до завоевания титула остается играть матч до пяти побед. Очень важный для себя фрейм выиграл Рикки, выиграл хорошей серией. У него явно был спад в концовке первой сессии. Не точен удар Марка Аллена, и биток далеко не уходит. Рикки Волден может играть в левый угол. Черный, возможно, идет даже направо. Вот сейчас проверяет это Рикки. Есть синий. И при тихом ударе, при легком прокате, верхний шар налево. Не получается сыграть прокатом на черный. Есть другие шары, тут можно выйти на синий. Или вот как сейчас, на розовый, на угол. Ну, это только четыре удара. Вот пятый, выход на черный, но с черного на нижний красный. И дальше нужно созидание. Креатив. Третье. 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 Креатив. Третье. 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 Насколько хорошим, окажется, выход сейчас. Ну, волновался Рик, волновался не зря. Но все-таки дошел белый шар до такой точки, откуда есть игра. Ага, даже так, не в среднюю, в угол. Нормально, нормально. Теперь синий уже с резкой. Даже подбивать можно группу тут с такой позиции, но вряд ли. Смысл в этом есть, вряд ли. Все-таки подбил, тронул красный, вышел на нижний шар. Ну, можно было просто выходить на нижний шар без этого, и выход мог быть более комфортабельным, а потом подбивать цветного. Допустил ошибку Рикки Волден. 25 очков в его активе. Вступительного удара хорошего у Алана просто нет. Ну, какой-никакой удар есть в левую среднюю. И уже в финале были примеры, когда даже более трудные шары забивал Алана. Но не сейчас. Сейчас промах. Ну, и хорошо, что хоть так после промаха отыграется на Дальнем Красном Рике, но не более того. Атаки тут не видать. Конечно, нельзя сейчас делать такие предпосылки. Мол, кто выиграет этот фрейм, тот и в матче победит. Так было бы, если бы до шести побед играли, как на других матчах этого турнира до полуфинала. Но здесь формат иной. До десяти побед. И даже кто девятый выиграет, при любом варианте, при любом счете, не будет назван нами победителем, пока не выиграет десятый необходимый фрейм. Естественным ударом за Алана является вот тонкое касание. Вот битка красный на одной линии, не опасно. Биток спрятан. Левый красный виден, и его может Рики Волтон играть. Давайте так посмотрим стол. Отлично. Удачники Волтона. И он начинает вторую волну атаки. Жалко, конечно, что вот эти восемь дней пролетели как-то быстро, незаметно. Интересного было много. Так вот оглядывать назад, можно вспоминать прекрасные матчи. Обилие сюрпризов было, конечно. Но без этого сейчас ни один турнир не обходится. Ну, а о наших следующих трансляциях с 21 по 23 ноября. Турнир, относящийся к Сирии, Евротура. Мюльхайм. И сразу же после него, 25 ноября, начинается чемпионат Британии по 7 декабря. Но мы там, по-моему, не с первого дня показываем. Со второго круга обычно. Там же 128 начинают. И вторая серия оказалась не такой внушительной. И вот, кроме того, Аллен получил возможность для атаки. С выходами что-то не заладилось у Рикки Волдена. Позиция-то была интересной. Ну и Аллен вышел не лучшим образом. Ему надо решаться на трудный синий. И он идет на этот удар. И забивает хороший шар с оттяжечкой. Ну, тут есть что делать. Выход розовый играет с черный. И надо упрощать положение красных шаров. Ну, так, с таким энтузиазмом я воспринял этот удар. Аллену тут пишет. С Аллену болею ее, да? Но, знаете, такие удары нельзя оставлять без внимания. Это вот у китайской публики тут иногда были примеры. Отличные удары. Жильенькие хлопки какие-то. Нет, это был незаурядный удар. Смелый удар. Фотин. Фотин. Ну, а это выход уже на афрошар. Мод дастся ли зацепить красные. Должно бы. Да, не просто зацепил довольно плотно, попал. И, судя по спокойному состоянию Аллена, есть игра в правый угол. Ну, что ж, атака продолжается. Отставание минус 10 пока, но раскрыта позиция красных. И даже тот шар, что рядом с розовым, играется слева направо беспрепятственно. 36. 36. Да, ну вот я говорил про то, что Мерфи вот сейчас комментирует матч. За минуту успевает три твитта написать. В твиттере комментирует. Ну, просто я обращаю на это внимание, потому что раньше такого не водилось за Шоном Мерфием. Очень сильно ударил Марк Аллен. Биток пришел к борту. Явно готовится к роли комментатора. Но играть и играть ему еще. Главное, раскрыл уже позицию красных, чтобы было не так просто. И вдруг неточный выход. Очень хочется удержать Марк Аллена сейчас от атаки в правую среднюю. Это азартный удар, но сомнительный. На другой пошел, ударал. Ему казалось, что все-таки есть там резко. Казалось неправильно. Ну, резко-то там, наверное, и было. Надо было тоньше попадать. Но с борта точный удар произвести Аллен не смог. И Рикки Волден. Рикки Волден. Вот, забил красный. Но у него-то все полностью туда открыто. И цветные, вот, после розового, все будут на своих местах. В том числе и розовый. Сад. Эйд. Ну, уже было заметно. Аллен играет более рискованно. Но здесь надо было себя сдержать. Не получился выход. Ну, отыгрыш-то был. От верхнего красного. Ну, нам нравится, когда кто-то рискнет. Особенно, когда это получается. Вызывает это восторг. А Аллен, конечно, решили это с Адейном. Потому что Фрейгман, видимо, проиграет. Второй подряд. И снова надо будет догонять. Девять. Двентью. Двентью. Ну, тут даже полузодина сирии не может стать. Двадцать два очка сейчас. И двадцать пять. Еще можно добавить. Двентьюф. Двентьюф. Ну, это был фреймбол. 24 очка стал перевес. Забит и синий. Розовый тоже в лозе. 6-5, Рикки Волтон впереди. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 6-5 в пользу Рики Уолдена и точен его отыгрыш. Продолжение следует... Дальний шар, конечно, не сыграет с такой позиции. Продолжение следует... Продолжение следует... Но так коряво как-то я перевел... Тут можно говорить и об ошибках игроков, плохие вещи, да... Ну и о том, что там где-то не повезет... Ну, я привел мнение, что на Мерфи... На ваше обсуждение согласны или нет... А тут забавный момент... Значит, Мерфи... В какой-то момент написал... Должно быть 6-5 в пользу Алана сейчас... Ну, ошибся... А тут же его подколол... Мэтт... Блогер такой, да... Говорит... Ну, это обычное проклятие комментатора... Ну, или сглаз, как мы говорим... Сглаз... Комментаторский... Вот, видите, и там... Такие вещи... Ну, сложная идет игра... Не совсем хорошо отыгрался Алан... Хороший отыгрыш... Уолдена... Но дальний-то шар виден... Конечно, играть его в среднюю лузу вряд ли станет... Маркало... Но отыграться на нем, направляя шар в район левой нижней лузы... А там на пути красный... Ну, отыгрываться на этом шаре можно... Вполне... Ну, это другой вариант отыгрыша... Нижний красный проходит мимо черного в правый угол... Порою идут на такие удары... Но здесь не тот случай, по-моему... Потому что биток идет на красный... И с выходом вряд ли что-то получится... К так снимает глубокое увольствие... Учитывайте со АллBecause Сложный фрейм. Счет пока не открыт. И позиция становится все опаснее. Счет пока не открыт. По-настоящему шахматный дебют разыгрывают сейчас снукеристы. Очень многое надо учитывать. Ну вот, не совсем был все-таки точен от Игрыш Алана. И этим воспользовался Рикки Уолден, забив непростой шар вдоль борта и обеспечив себе удобный выход на синий. И это опасно для Алана. Ну, этот выход был немного смазан. Есть, правда, удар в левую среднюю. Ну, выход был вообще-то на левый угол. Четкий удар Рикки, выход на черный. 14. 15. 15. Да, позиция хороша. Ее можно раскрутить вполне. Главное, что очень хорошее положение занимают все цветные шары. Но и не так. Плохо дело обстоит с красными. Главное, что очень хорошее положение занимают все цветные шары. 25. 25. 15. 15. Продолжение следует... Но вот опять получается, что начало сессии за Рикки Уолденом. Но будет ли продолжение, в котором сумеет поменять ход встречи Марк Аллен? Сейчас многое зависит от этой серии. Есть выход, есть. Ну, просит рассказать о Хомби, игроков, Иоанна Верхаса. Я считаю, что финал это не место для таких россказней. Не раз я об этом говорил. А вот то, что сегодня так совпало, что очередной раз проводится Нью-Йоркский марафон. Будет у нас трансляция на нашем канале. А Рикки Уолден был участником этого марафона. Это лишний раз стоит сказать. Нетипичный случай для снукеристов. И выглядит Рикки не самым таким, ну, спортивным. Но вот участвовал в Нью-Йоркском марафоне. Был проведен очередной сплит. Еще больше раскрыта позиция. 42 очка в активе. Простой синий. Все идет к тому, что этот фрейм возьмет. Тоже Рикки. Третий подряд. 47. 48. 55. Полусотная серия есть. Но, кстати, это всего лишь третья полусотная серия Рики Уолдена. Вот два предыдущих фрейма выиграла она, а там полусотен не было. Предыдущая полусотная серия была у Рики Уолдена только в третьем фрейме. И вот в девятом крупная серия, которая дошла до фреймбола. Шар сыгран, но и есть удар в правую среднюю. Может, серия быть продолжена. Насчет сотни. Я не знаю, что за положение у последнего дальнего красного. Идет ли он в желтую лозу. Ну и шар около розового не такой простой. Но он хоть играется. А вот с тем дальним, не знаю, идет он в желтую лозу. Идет ли в правую среднюю. Идет ли он в желтую лозу. Досадно, но именно поэтому сорвалась серия. Ну что ж, на два фрейма оторвался Рики Уолден после того, как он три партии подряд выиграл. Как же все быстро меняется. Вот совсем недавно мог быть впереди со счетом 6-5 Аллен. А теперь он отстает 5-7. Так бывает, что победа в трудном фрейме, которую одержал Рики Уолден в 11-й партии, вдохновляет. И на подъеме проходят следующие фреймы. Ну, здесь ошибаются Рики. И дает открытую совершенно позицию Марку Аллену. Но тут первый же выход надо найти, что не так просто найдет, наверное, Аллен. Хотя бы так, если играть в левую среднюю, на синий выход точно есть. Пусть это не самый простой из красных. Но с этого красного тоже на синий, к средней лузе выход. Ой-ой-ой, Марк. Это уже караул. Такую позицию оставил Рики. И промах дрогнул Аллен. Ну, он и за эти три фрейма гораздо меньше времени у стола проводит. Подостыл. Но это очень тревожный симптом. При счете 5-7 получить такую позицию. И тут же дать промах. Это, конечно... Ну, смотрите-ка, у Уолдена ничего такого реального и нет. Но если это атака, то очень сложная. Очень. Нет, это вот игры. Ну, хорошо, хоть так. Для Аллена все обернулось. Но позиция и для отыгрыша сейчас сложная. Через правый красный можно на черный борт, кажется, катить биток. Но что-то в правую сторону не поглядывает. Марк Аллен. Он говорит. Другое у него решение. Это атака и попадает. Вот после промаха на гораздо более простом шаре решиться на этот удар было очень непросто. И одержал такую микро победу над собой, проведя такой удар Маркала. Ну, снукер за желтый. Можно, конечно, играть коричневый, но там выхода нет. Как сыграет Уолден. Снукер ставит перед ним серьезные задачи. Продолжение следует... Погрузится в глубокие раздумья Рики Уолден. Минуту 15 уже ушло на размышления. Ну, все объяснимо. Не думаю, что это лучший удар. Сложной была позиция, безусловно. Фола избежал Рики Уолден. Но вот шар оставил. И выход на розовый сделал Маркалом. Красные расположены очень хорошо. Черного не хватает. Но, очевидно, на отметку черного сейчас пойдет розовый. Да, так оно и есть. Так что... Очень благоприятные условия для атаки. Так что... Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok. 40. Ну, резко на розовом... Ну, такая резко пугать профессионалов не может, конечно. Ну, а теперь отметка розового освободилась. Немного это усложняет действие, потому что розовый идет не по всем лузам. И выходы должны быть более выверенными. Ну, они более сложные. Выверенными они должны в любом случае быть. Ну, тут хороший выход. Продолжение следует... 28 мальчиков есть. Не самый простой сейчас удар. Не из-за красного, а из-за выхода. Но сделал он все толково. 34. 30 сантиметра. 30 сантиметра. 41. 42. 42. Иной раз розовый скрылся в лузе. Ну, это 49 уже очков. Уже так немало. Ну, два красных еще надал. Но... Один есть. А синий прямой. Ну, может быть, надо было опять на розовый все-таки выходить. С розового-то четкий переход. И как бы сейчас не пришлось играть все-таки розовый, а не синий. Но... Да, ну, розовый-то потруднее сейчас. Можно было лучше на него выходить. Сознательно шел на синий Марк. Прошел удар и выход есть. Фреймболл играет Марк Аллен. Но из этой пары... Ну, один-то из двух красных должен проходить. Это уж несчастный случай, если ни один не идет. Тогда нижний придется играть. Могут так стать, что не идет ни один, ни второй. Обычно из пары один-то шар да идет. Ну, из такой пары расположенной, ну, почти перпендикулярно линии удара. Нет, видите, не уверен, Аллен играет нижний шар. Более сложный. Относительно Луза он хуже расположен. Удар точен. Ну, что ж. Сокращает до минимума отставание Марк Аллен. Сейчас будет перерыв. Но мы с вами продолжим смотреть Снукер. В записи мы предложим вам один из фреймов прошлогоднего турнира в Германии. Ну, там тоже будет одним из участников Марк Аллен. Марк Аллен и Дин Джунь-ху. Десяти очков не хватает Рикки Уолдену. Три Снукера. Но какие-то надежды еще остаются. Надежды на фолл и свободный шар. Но этого не будет. Итак, заключительный перерыв в финальном матче. 7-6 пользу Рикки Уолдена. 3-1 выиграл он на эту полусессию с таким счетом. Перерыв будет длиться 15 минут. Мы покажем фрагмент турнира Рур Оупен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Окончен перерыв и продолжается финал. Больше перерывов не будет. Теперь матч завершится. Как кто-то из игроков выиграет 10 фреймов. Ближе этот путь сейчас у Рикки Уолдена. Но важный 13 фрейм выиграл Аллен. И борьба тут вся впереди. Сложный шар играл Малкалан. Ошибся и отдал атаку Уолдену. Но дальний шар не виден. А насчет ближних я тоже что-то не уверен. Повезло Марку. Повезло. Из ближних мог играться правый. Но пусть к нему заслоняет другой красный шар. Дальний шар не виден. Но сложный дебют тут будет. Это хороший удар Аллена. Ну, от правого красного спокойно может отыграться и Рикки Уолден. Приведя биток примерно, ну, лучше вот к числу 19. Голубий мальчик. Повезло. Повезло. Потому что он не будет. Повезло. Это это у нас. Повезло. Крэнбол. Крэнбол. Повезло. Повезло. Ох, какая атака Алана. Забит сложный красный шар. Есть выход на синий. Вот чего нельзя отнять точно. Того, что играет Аллан интереснее. Ну, безусловно, рискованнее. Но вот такие возгласы не раз. За матч мне приходилось делать. Что, ох, как сыграл Аллан. Какой удар. Какой же Аллан молодец. Были для этого основания. Ну, что касается Рики, меньше, помните, таких моментов. Насколько хорош выход на черный. Ну, он не идеальный. Трудно решаться на такой удар. И тут получилось забить шар, но нет выхода. Играет очень смело, Аллан. Очень. В этом ему не откажешь. Но шел на риск, а в итоге продолжение не получил. Но эти удары бесследно не проходят. Они так понемножечку, понемножечку, но воздействуют на соперника. Тот видит, что Наллан решимость проявляет. И настроен очень серьезно. Пришлось отыграться. Ну, может быть, и поинтереснее можно было отыграться. Во всяком случае, на борт. Натальим красным отыгрался Рики. Ну, вроде сейчас вот так. Спокойная стадия наступает отыгрышей. Не получился кроссдабл. Нырнул в лозу биток. Четыре очка штрафа. Не более того. Издали атаки нет. Ну, есть отыгрыш. Тонко слишком попал, Марк. Ну, насчет атаки-то все-таки левый шар изменил свою позицию. Отошел от борта. И Уолден не упустил это из внимания. И он намерен играть в левый угол с выходом на черный. Не точен удар Рики. И это дает атаку Аллену. Вторая атака Марка Аллена. 14 очков у него было. Позиция хорошая. Важно ее не испортить. Важно не потерять биток. Словом, следует действовать аккуратно и точно. Ну, вот как там была фраза у героя Попанова в бриллиантовой руке. Бить буду не сильно, но аккуратно. Как-то так вот. По-моему, хорошая фраза к Снукеру подходит. Немного не докатил, но левша удобно, уверенно играет. Вот такой черный. Правше чуть труднее было бы. Черный обстрелян на тренировках самых разных позиций. Это далеко не самое сложное. Даже когда приходится делать вот снизу подбой, там бывает такая, ну, отрицательная резко сложнее черный. Это был не самый сложный. Красный в среднюю. Забит. Выход есть. Красный не мешает на пути черного в правую лузу. Ну, он мне подсказывает, что фраза была «бить буду аккуратно, но сильно». Нет, но он для Снукера это не обязательно сильно. Тут лучше всего не сильно, аккуратно, с точными выходами. Не сильно почему? Если небольшая дистанция, не сильные удары, выходы, то и погрешность в выходах мала. Нет, не подходит другую, будем искать фразу из другого кино. Ну, так, если постараться заняться этим, то можно найти очень много крылатых фраз или вот цитат там из фильмов. Есть же такие там кинокомедии разобранные на цитаты, которые так, если представлять, что это речь о Снукере, то будут подходить наверняка. Вот какую-нибудь, ну, если будут, вот, Снукерные вечера такие, а проводятся, бывает, там, в канун Нового года, например. Мы сохраняли такую традицию, многие годы устраивали, там, числа 28-го, 29-го, такую Снукерную елочку. И конкурсы различные у столов, а тут вот можно, ну, у Снукиных столов, а тут можно провести и у обычного стола конкурс на такие вот фразы, цитаты известные, которые подходят к Снукеру. Лишь бы фантазия была и настроение соответствующее. Ну, еще раз приходится мне воскликать, какой же хороший удар провел Марк Аллен. Ну, он идет еще на сложный удар. Точен и тут, Марк. А перевес-то, перевес-то. Тут я пока про фразы говорю, а вот уже и дело идет к фреймболу. Вот сейчас фреймбол играется. Пока 64 перевес, 67 на столе. Вот это фреймбол. Тут уже погромче можно аплодировать, но получилось наоборот. Предыдущему удару аплодировали больше. Так, и еще одна серия. Вот смотрите, пошли серии у Марка в прошлом фрейме 80. Нет, это 85 у Уолдена было. В прошлом фрейме 68. Ну и сейчас вот текущая серия побольше даже. 74 серия. Таковой она и осталась. А счет изменился. 7-7. Вот это уже боевой финал. 7-7. 7-7. В финальном матче турнира Интернешнл Чемпионшип с игра на 14 фреймов. И счет равный 7-7. А игра идет до 10 побед. Свои аргументы есть у каждого игрока. Нельзя сказать, что на пределе своих возможностей проводят этот матч оба. Но накладывается и усталость за предыдущие 7 дней турнира. И большая трата нервной энергии, что ли, до нервов, проще говоря. Ну и самое главное. Это финал. Финал очень серьезного турнира. И как же хочется выиграть обоим. Отыгрыш как отыгрыш. Но не доведен биток до борта. При таком положении черного вряд ли пойдет на атаку Аллен. А вот перекатить биток к черному борту от левого красного вполне можно. Нет, он атаковал. Атаковал. И да, атаковался. Выставил шар. Ну, полагал Аллен, что приведя биток к дальному борту, он избежит неприятностей. Но тут же оказался и красный, который в синий угодил. Вот здесь в синий угодил и покатился дальше. Главное, что много промахнулся Аллен. Ну, он рискует. Нам нравится, когда он попадает. Но, увы, все время попадать не получается. Есть и промахи. А промахи приводят, как правило, к атаке соперника. Бывает, и повезет, но надо считаться тем, что если промах, может быть, атака у соперника. Как реки воспользуются этой позицией? Позиция-то непроста. Прикрыт черный, вне игры розовый. Прикрыт черный, вне игры, вне игры, вне игры, вне игры. Можно, конечно, представить, как открывается черный в такой позиции. Вот уже прямо сейчас не просто представить, можно это и увидеть будет. Потому что вышел очень хорошо Рикки Волден. На красный справа от черного. Потом черный играется налево. И туда же следующий красный. Вот очень четко все это демонстрирует нам Рикки Волден. И главная позиционная проблема уже решена. Ну, пока другой красный. Там на черном угол был не слишком хороший. Но через ход все-таки и нижний красный будет сыгран. Ну, а про фразу вот точно мне пишут, что для снукера очень подходит фраза Карлсона. Спокойствие, только спокойствие. Это уж точно. Просто иногда бывает, где взять спокойствие, когда все бурлит внутри и порою вырывается наружу. Но хладнокровие необходимый союзник в этой сложной игре. 33 очка у Рикки Волдена в активе. Будет играть он в правую среднюю с выходом на синий. А вот с синего, может быть, даже он затевает под бой в розовый. Хотя отдельно стоящий красный еще есть. Но его не так уж удобно играть. Далеко не отовсюду он играется. И выход с него на черный непростой. Да, угол такой, что напрашивается просто под бой. Удар по розовому оказался скользящим. В левый угол ничего не получается. Давайте смотреть на правый угол. Первый взгляд, брошенный мной на позиции, ничего хорошего там не обнаружил. Ну, давайте повнимательнее посмотрим. Но все-таки второй над черным красный. Ой, ну это резко трудное. Второй над черным. Он-то в угол проходит. Да. Вот этот сплит чуть не точно провел Волден. Надо было поплотнее в розовый попадать. Но говорить-то легко это сейчас. Вообще-то могло и при таком попадании получиться все очень хорошо. Но, как оказалось, надо было играть чуть плотнее. Жаль, но приходится отыгрываться оппозицию, оставлять острую. И важно уже сейчас отыграться поточнее. И что такое? Нашел продолжение атаки Рики Волден. И какое продолжение? С отличным выходом на черный. Так что и Рики играет смело и изобретательно в сложных позициях. Ну и теперь-то при перевесе в 47 очков вполне можно довести эту партию до победы. 55. 55. 63 64 Новый выход на черный шар, а это фреймболл при таком счете. Шар забит красный-то будет не очень простым. Ну, не было в этом матче фрейма выигранного в ситуации, когда нужен снукер. Ну и пока не будет, потому что вот этот забитый красный снимает все вопросы. Итак, 8-7. Вперед вырывается Рикки Уолден. Ну а получается, Марк Аллан один-единственный раз лидировал в матче. Это было после девятого фрейма, когда счет стал 5-4 в его пользу. Ну, тогда казалось, что это только начало. И Аллан дальше будет только развивать свой успех. Но все совсем не так получилось. После 15 фрейма впереди Рикки Уолден в 8-7. 16-й фрейм. И начинается он с атаки Рикки Уолдена. Неосторожно провел начальный удар Марк Аллан. И вот, словно продолжение серии начатой в предыдущем фрейме у Рикки Уолдена. 8-7 он ведет в матче до 10 побед. Иногда нам дают в повторе начальный удар, который мы не видим из-за коммерческой паузы. Но даже интересно, как так получилось, что ведь атаковал-то не издали даже Уолдена со средней дистанции. Удар-то сам мы видели, вступительный. А вот как Биток оказался на такой позиции. Ну, вот сейчас только вскрытие, которое ни к чему не привело. Ну, кроме очень сложных ударов в левую среднюю, ничего тут нет. 16. Ой-ой-ой! Так я как-то сказал, кроме очень сложного удара в среднюю, ничего нет. Честно говоря, я не надеялся, что пойдет на такой удар Уолден. Но он пошел. И может... Так не просто пошел, он блестяще выполнил этот удар. Так может быть, вот то, что очень смело действовал тут в некоторых фреймах из последних Аллен, как-то тоже вот сподвигло Уолдена на то, что он стал играть более смело, более рискованно. И получается же ведь... Ну, что ж, 24 очка, и это только разбег. Позиция открылась на много ходов вперед. Продолжение следует... 25 Ну тут Тут-то Тут-то есть пути, есть продолжение Но ведь к этому надо было прийти Я не могу не озвучить один твит Но, вы знаете, я вот С удовольствием рассказывал О том, что у больших спортсменов Есть тоже увлечение снукером Но вот сейчас очень рад тому Что, оказывается, смотрит снукер и коллега с Евроспорта Совсем в недавнем прошлом выдающейся теннисистка Анна Чеквитадзе И вот Анна пишет сейчас Смотрим с папой снукер и болеем за Алана Ну трудно сейчас наступает Трудная фаза финала у Алана Ну привет вам, Анна, и вашему папе тоже Приятно, что и вы полюбили снукер Снукер очень игра интересная Но я не раз признался в том, что теннис Один из любимых моих видов спорта Даже сегодня у нас разговор об этом был с коллегой По сайту Евроспорта Ну что ж, финал продолжается 53 очка у Рикки Уолдена Серия идет И Рикки Уолден Ну тут в любой момент уже такая фаза Тут могут быть ошибки Не хочу сглазить кого-то Так что давайте досмотрим серию до конца Все-таки еще надо набирать очки 61 очко И подбой от двух бортов Но играется ли в среднюю лузу шар? Похоже, играется Но тогда это уверенное продолжение атаки Если нет, то удар в желтую лузу гораздо сложнее Да, проходит этот удар Только дорогой шар сейчас может стать фреймболом Но нет, нужен по-любому Даже следующего красного еще мало Ну а раз так, получается, на крупную серию идет Уолден Жалко, что сейчас он играет довольно дешевый шар 66 очков набрано 75 в розыгрыше Если мы эти числа сложим, получим 141 Ну, на лучшую серию на турнире брейк не тянет А вот Сейчас играется фреймбол И... 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 и Рикки Уолден Уходит в дальнейший отрыв Теперь в его активе будет уже 9 выигранных фреймов Один шаг останется до победы Ну а для Марка Аллана все... нет, не кончено Три фрейма подряд выиграть Такое в Снукере бывало не раз И в финалах Вот мы вчера в центре внимания Был у нас не только Марк Аллан, но и Марк Уильямс Вот у Уильямса было два финала В Австралии А потом Шанхай Ну, не прошлогодний там, пораньше Когда он был в такой ситуации Вот один фрейм, ему надо было выиграться Сопернику 4 даже А во втором случае Селби Не один полфрейма даже оставалось выиграть Там был перевес уже под 50 очков Так что посмотрим Ну, преобразился Рикки, надо сказать Преобразился И вот в ходе матча какие были метаморфозы Первая полусессия Ну, хорош был Уолден не блистал, но хорош был Блистает сейчас вот он в последних фреймах И серии хорошие, и сложные удары Тут вот заход на сотню Вот, собственно, и удар на сотню У Уолдена не было сотни в этом матче Теперь есть А не упадет ли биток? Шел он в район средний Нет, нет, не упал Так вот, это восьмой сенчури Рикки Уолдена на турнире И первый в финале У Аллана был сотенный брейк Так что Финал украшен еще и крупными сериями В финальном матче возникла новая ситуация Когда у одного из соперников Есть уже 9 выигранных фреймов Рикки Уолден Отлично провел две предыдущих партии 9-7 Таков его перевес И удар Марка Аллана Неважный Оставил он красный шар у правой лузы Как бы не хотелось обострения борьбы Но вот Должен начать атаку Уолден А он сейчас на ходу Пока выход на левую диагональ Черный Справа на лево играется Но сейчас Естественно Выход на синий Да Тут Очень похоже это на развязку Еще раз напомню Что у букмекеров Фаворитом Довольно ощутимо Выставлялся Марк Аллен И для этого были все основания Но Ход самого поединка Показывает Что Аллен все-таки Сегодня Не лучший свой снукер показывает Или не может Показать свой лучший снукер Ну Безусловно Безусловно Он многое Растратил И эмоций И нервов И сил В полуфинальном поединке Это конечно Значение имеет Но не только это Тут я думаю И психология Свою роль Сыграла Перепады настроения И психологического состояния Были У обоих игроков На протяжении Этого Ну Все-таки Продолжительного Матча Лучше В конечной фазе Оказался Рикки Волден Ну Я так Уже вроде Отдаю ему победу Его серия Пока 17 очков Но Те хорошие слова Которые Рикки Я говорю Они же Не зря сказаны Независимо от того Какой будет Эта серия А серия Обещает Быть Очень неплохой Поскольку Вот Начальная стадия Еще Продолжается В ней Не надо делать Подбои Еще Ну Два красных Три Может быть Нет А два Красных С дорогими Цветными Можно сыграть Один с черным Один с синим Синим Скажем 33 Тридцать четыре Ну Ну Тут Тут Наверное Все-таки Подбой От Борта Верхний Красный Конечно Хороший Шар Хороший Нет На него На него Пока Повел Биток Волден Вышел Не очень Точно И удар Повышенной Степени Сложности Ну Волден Сыграл Хорошо И Синего Будет Подбивать Но Подбой Не очень Хорош Нижний Шар Играть По-моему Не стоит Второй Снизу Второй Снизу Можно Но Это Сложная Резка Просто Есть Страховка Биток Уходит Вдаль А нижний Тону Это Очень Трудно В каком Хорошем Тонусе Не ощущал Себя Сейчас Волден Но Нельзя На такой Шар Идти С него Есть Выход На черный Верхним Винтом Но Я считаю На такой Нельзя Шар Идти Никак А этот Ну Это Другое Дело Но Тут Попасть Надо Ну Что Тут Скажешь Только Браво И Можно Сказать Уолден Сплит Провел А после Этого Сыграл Сложный Красный И Серию Свою Продолжает Сейчас Выбор Между Синим И Зеленым Пожалуй Между Но Еще Один Момент Ну, тут уж нету, так, я хотел сказать, нет продолжения, а вот не может такое быть, что между нижним красным и черным биток идет к левому красному. Вполне так вот выглядит, что, может быть, такой удар и проходит. Ну, в самом случае, именно на него изготовился Рикки Волден, и шар забил. Но без выхода. Ну, вот тут серия обрывается, но 54 очка никто не отнимет у Волдена. А вот где набрать такое же количество очков Аллану? Ну, есть где, на столе 75. Но последует сейчас отыгрыш Волдена. Ну, и желтый уведен к борту на всякий случай. Ну, а какой? На какой на всякий случай? Ну, если все-таки доберется до Красный Халлан, проведет серию, а дальше желтый. А желтый-то у борта. Ой, до этого может не дойти. Ну, Фортуна еще оставляет какой-то шанс Аллану, потому что провел он удар-то такой опрометчивый. Но самый опасный Красный, который около Лузы, не виден отсюда. И не виден не потому, что какое-то мастерство проявил выдающийся Марк. Повезло, что ушел от коричневого биток за зеленый. Ну, там есть удар в правый угол, но сложный шар это раз. А когда есть простой на другой Лузе, тут уже такая ситуация просто вяжет руки и понимаешь, что права на ошибку нет. А отыгрыш, ну, как отыграться? Ну, может быть, так играют от левого борта в опасный шар. Так играют иногда. Удар не проходит по прямой, но наклонным кием с винтом. Ну, да, пошел на атаку. Ой, флюк! Ну, только что я говорил о том, как повезло Аллану. Но Фортуна тут же поняла, видимо, несправедливость. И тут очень повезло Волну. Он ошибся, он оставлял простой шар. Но от того же коричневого тогда биток за зеленый зашел, а тут красный упал. Ну, осталось забить черный, чтобы перейти к матчболу. Холден точен, но матчбол-то не такой простой. И я так даже скажу, что нижний красный лучше падает от красного. Не вдоль борта, а сознательно играть в красный шар. Тогда он проще падает. Так и играет Волну. Нет, нет. Но падает. Матчбол вот так с переживаниями такими все-таки упал. Это победа Рики Волдена 10-6. Рики хорошо играл на этом турнире. У него не было до финала ни одного соперника из топ-16. Но игру показывал Рики очень качественную. Лишь в одном матче понервничал с юным чемпионом мира среди любителей Джо Юй Луном. 6-5 там было. Но и особенно сильно провел Рики Волден полуфинальный матч. Просто разгромил Роберта Милкинса со счетом 9-2. Получил позитивный импульс от этого матча. Был лишний день отдыха. Сегодня неровно шла игра. Были и спады у Рики. Но, тем не менее, он добился победы. Вот и дабл падает. Добился победы 10-7. И завоевал свой главный трофей в карьере. Победа на турнире высокой категории. Но у Аллана будет возможность реванша. Уже 6-го числа на турнире чемпион-чемпиона. В первом раунде встречается эта же пара. Но победа там будет уже по-другому оцениться. Здесь все-таки было важнее. Но что, проходит желтый? Проходит. Может сотенной серии завершить матч Рики Волден. Но трудный коричневый. Нет, 57 только. Это же далеко не первый подход. Но все равно серия красивая. 62-75, может быть. В угол стал играть. Мог спокойно играть. В среднем. Вот такой получился финал. Марк Аллан. Но, к сожалению, как и в предыдущем финале рейтингового турнира в Шанхае. Финал провел ниже. На более низком уровне, чем весь предыдущий турнир. Но какие причины предстоит разбираться Марку. А Рики Волден, кстати, третий рейтинговый финал в карьере провел. И одержал третью победу. Третью победу. Мы не остаемся на церемонию награждения. В Китае это занимает очень много времени. Там представление большого количества лиц. Переводы с английского на китайский и наоборот. Ну, а у нас следующий дивизионный турнир с 21 по 23 ноября. Из Мюнхайма, из Германии. И вскоре после него начнется чемпионат Британии. Главный турнир первой половины сезона. Ну, а этот турнир был богат на сюрпризы. Был интересным. В финале оказались игроки, может быть, и не самым высоким рейтингом. Но те, кто показывали в ходе турнира хорошую игру и одерживали закономерные победы. Всего доброго. Всего доброго. С вами были в этом репортаже режиссеры Михаил Риполов и Евгения Щицына. Комитатель Владимир Синицын. Встретимся на очередном турнире. Смотрите «Снокер». Это просто великолепная игра. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Мадрид. Субтитры подогнал «Симон»